Здравствуйте! Это программа «События культуры». Вместе с вами вспомним самые яркие моменты культурной жизни региона. В студии Аксинья Усольцева сегодня в выпуске. Для фестиваля «Лето» в Тобольском Кремле осталось две недели. Как идет подготовка? На этой неделе в Тюмени стартовал Театр Наций Фест. На сцене Тюменского драматического театра показали моноспектакль в исполнении актера Театра Нации Дмитрия Сердюка «Наши все» – Бродский, лица не общим выражением. Это актерский музыкальный перформанс про одиночество гения, его становление, конфликт с обществом и, как следствие, обретение себя. И был город. Самый красивый город на свете. Город с огромной серой рекой, повисший над своим глубоким дном, как огромное серое небо над ней собой. За основу спектакля Дмитрий взял произведение Иосифа Бродского, его стихотворения, дневниковые записи, отрывки Нобелевской лекции. Это ориентир мой в жизни. То есть его философия, его поэзия, его мироощущение, взгляд на жизнь, взгляд на женщину, взгляд на нашу страну с вами. Такой вот звоночек, который должен звенеть у каждого человека. И он будет у каждого свой. Кажется, жест, голос, походка поэта в блестящем исполнении молодого актера несут в себе нечто высокое, вечное. В образе проступают порывистые юношеские черты человека, способного бросить вызов нелепости окружающего мира, превыше всего ценя свободу и независимость. Вместе с Дмитрием выступили его коллеги по театру, исполнив музыкальную композицию, написанную специально для этого спектакля. Это даже не музыка, наверное, это скорее такие звуковые картины, потому что здесь главное это текст, главный артист, и главное это тема, которую мы не должны ни в коем случае потопить в звуках, а наоборот должны ее немножко сделать более выпуклой. Фестиваль Театр Нацифест продлится с 27 июня по 7 июля. Пройдет преимущественно в Тобольске. «Наше все», «Бродский» – единственный спектакль программы, который показали в Тюмени. В скором времени зрителей Тобольска ожидают шесть спектаклей Московского театра. Маргарита Чекунова, Юрий Зеленин, Новости культуры. В Тюменской областной научной библиотеке прошла презентация ежегодного альманаха «День поэзии». Между Москвой, Санкт-Петербургом и Тюменю состоялся телемост. Поэты трех городов читали свои произведения и рассуждали о судьбе современной поэзии. От лица молодого поэтического поколения выступила моя коллега Маргарита Чекунова. Подробности узнаем прямо сейчас. Традиционный ежегодный телемост – прекрасная возможность услышать живые голоса стихотворцев и прозаиков из разных городов. Литературный альманах «День поэзии» появился в начале 70-х годов. На некоторое время выпуски прекращались. «День поэзии» возобновился в 2000-е годы благодаря усилиям поэтов и редакторов Москвы и Ханты-Мансийского округа. И слава Богу, что такой альманах есть, его надо хранить, его надо оберегать, чтобы поэзия, которая никогда не будет коммерческой, даже если будет выходить на сцену какой-то поэт, эпатировать публику, что-то кричать, вот поэзия не будет продаваемой. Ее надо поддерживать, ее надо беречь, потому что это как и песня, как музыка, это душа народа. За несколько дней до сегодняшней встречи я перебирал свою библиотеку и сумел найти 8 альманахов разных лет. Первый из них 74-го года. Мне наиболее дорого тогда мне было, если так посчитать, я учился в классе в 8-м. И для меня это было, наверное, первое такое знакомство с поэзией. В каждом выпуске «Толстого журнала» его издатели указывают важные даты в литературной жизни России. На этот раз сборник посвящен 200-летию со дня рождения Алексея Толстого, 300-летию Александра Сумарокова, 80-летию Белы Ахмадулиной. В него вошли поэтические творения современных признанных мастеров слова, критические работы прославленных литературоведов, творчество выпускников литературного института, а также молодых авторов. Ну, это очень хорошая возможность показать свои произведения в компании очень уважаемых, скажем так, творцов, поэтов. Потому что альманах, он такой традиционный, в общем-то, можно сказать, самый мощный, я не побоюсь этого слова. В нашей стране, ну, так сложилось, потому что он самый старый из ныне существующих. На третьем месте по количеству авторов, вошедших в альманах после Москвы и Петербурга, стоит Тюмень. Девять поэтов. Сергей Козлов, Михаил Федосиенков, Николай Шамсуддинов, Александр Новопашин, Виталий Огородников, Андрей Шевцов, Даниил Сизов, Екатерина Ермолаева. Маргарита Чекунова – самая юная из представленных авторов. Белый десятый садуй, золотый царит, как он обжегся обрезать своих небес. Может, и он, надменный дядец, или он тоже нежнейший из существ. Напомним, что в числе авторов, опубликовавших свои произведения в последнем выпуске «Дня поэзии», можно встретить такие имена, как Юнноморец, Лев Анинский, Михаил Тарковский, Евгений Рейн. Наталья Малышенко, Маргарита Чекунова, Сергей Лыкосов. Новости культуры. В нашем регионе продолжается увековечивание памяти великих тюменских писателей. Имена многих из них уже носят в библиотеке Ишима, Амутинского, Завдоуковска, Тобольска, Тюмени. Недавно имя Ивана Ермакова присвоили одной из тюменских библиотек. Мы встретились с потомками писателя и теми, кто знал его лично. Писатель Александр Мищенко – лауреат премии имени Ивана Ермакова. Они были знакомы лично, не просто знакомы. Александр Петрович называет Ивана Ермакова своим крестным, именно с его легкого слова. Молодой писатель отправился в 1974 году на шестое Всесоюзное совещание писателей в Москву. За 10 лет до этого Иван Михайлович дал еще один судьбоносный совет. Ребята, сейчас на Самотворе решается судьба Родины. Езжайте туда. Я внял этому делу, поехал. Когда отпуск у меня представился в газете, я поехал и работал помощником бурильщика. После этого я написал, наделавший много шуму на весь Союз, очерк «Жаркий Самотвор». Иван Ермаков прожил недолгую жизнь. В отмеренные ему 50 земных лет он успел многое. Уроженец Казанского района. В 19 лет по окончанию Омского пехотного училища был призван на фронт. Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах. Дважды ранен. Удостоен ордена Красной Звезды. Иван Ермаков написал десятки очерков, рассказов, повестей, которые вошли в Литературный фонд региона и страны. А в Золотом фонде ГТРК «Регион Тюмень» сохранились уникальные видеоматериалы, в том числе это. Но если вдруг слово засветится, если почувствуешь, что оно обжигается, горячее, немедленно, скорее клади его на наковальню и закаливай, заостряй, твади. Сибирский сказитель ушел из жизни в 1974 году. Спустя пять лет родился и он, внук писателя. При встрече поразила схожесть двух Ермаковых. Что касается книжек его, это всегда просто приключение в мир русского языка, потому что придумывать новые слова, это я у себя генетически тоже нахожу периодически. Вот. А у него это получалось мастерски и зажигательно. Редкие рукописи Ивана Ермакова, его книги, атрибутика военных лет, фотокарточки – все это можно увидеть на экспозиции, созданной ко дню памяти великого писателя в одной из библиотек города. В год 60-летия нашей библиотеки для нас очень большая честь получить имя Ивана Ермакова, тюменского писателя. И в рамках этого события у нас запланированы экскурсии для детей, для взрослых, для всех желающих. Активная работа по вековечиванию памяти великих сибиряков, мастеров слова, началась несколько лет назад. Литературные встречи, чтения, семинары и, конечно, присвоение имен писателей библиотекам городов и сел Тюменской области. Первая библиотека уже в рамках нашей акции по вековечению памяти в Заводуковске получила имя Зота Таболкина, который родом из тех краев. А потом уже власти Ишима откликнулись, открыли библиотеку имени Анатолия Васильева. Потом в Амутинке библиотеку Шестакова. В ближайшее время имена еще двух ныне здравствующих писателей будет присвоена Тюменским библиотекам. Аксинья Усольцева, Вячеслав Иваненко, Денис Осколков, Юрий Зеленин. Новости культуры. 20 лет у руля Наталья Соколова, известный в Тюмени и регионе киновед, отметила свой творческий юбилей. Историк кино она создала в городе особую культурную площадку, где уже 15 лет собираются любители кинематографа. Киноклуб неизменно демонстрирует и ленты телерадиокомпании «Регион Тюмень». Имя Натальи Соколовой знакома, пожалуй, каждому, кто имеет какое-то отношение к культуре региона. Она родилась в Новосибирске, получила там первое образование библиотекарское. А в 1998 году, в июне, пришла в нынешний Тюменский институт культуры и встала у руля здешней библиотеки. Соколовой удалось вдохнуть в эти стены новую жизнь. Так спустя пять лет родилась идея создания киноклуба. Сегодня он старейший в городе. Сотни, а то и тысячи фильмов просмотрены за 15 лет. От мировой классики до авангарда. Особое место в жизни киноклуба занимают фильмы, телерадиокомпании «Регион Тюмень». Я на первых порах не мог понять, откуда эта яростная любовь к произведениям творцов «Регион Тюмени». Но потом подумал, наверное, действительно, это заслуживает. Вот то, что она смотрит, показывает на своих фестивалях, показывает наши творческие личности, особенно телережиссеров. И она научила меня также любовно относиться к каждому шедевру, который выходит из «Регион Тюмени». Наталья Соколова горит своим любимым делом. Киноклуба оказалось недостаточной, она придумала еще один проект, который живет уже 8 лет. Это международный фестиваль документального кино «Кинза». Недавно Наталья Павловна сама стала героиней док-кино. Один из моих друзей, Женя Григорьев, великолепный режиссер, его фильм «Пророк» номинировался в этом году и на «Золотого орла», и на «Нику». И, в общем, имел, у нас нет практически проката документального кино, но Женя все-таки добился и был российский прокат фильма «Пророка третьей волны уральского рока». И вы знаете, пять минут там есть я на крупном плане на экране. Я сказала, Женя, все, я вошла в вечность. Ведущий киновед Тюмени Наталья Соколова любит искусство во всех его проявлениях. Ее часто можно встретить на выставках, в театре. В кругу ее интересов безусловная литература. Проект «Читать модно» существует уже много лет. Главная его задача – популяризация нашей сибирской литературы. У нас в Тюмени такое количество интересных писателей, поэтов. И я считаю, что воспитание патриотизма молодежи начинается с того, что они должны знать прежде всего свой город, своих выдающихся деятелей и культуры, и литературы, и искусства. Она полна идей и новых планов, готова к встрече с новыми студентами и просто теми, кто любит кино и хочет знать о нем немножечко больше. Аксинья Усольцева, Александр Мащенко, Семен Гринько. События культуры. Пермский академический театр «Театр» представит в Тюмени свои лучшие спектакли и мюзиклы. На гастроли участники приехали большим составом. Это актерская труппа, танцоры, музыканты, оркестра. О том, какие постановки увидят тюменцы в ближайшее время, узнавала Маргарита Чекунова. Театр, каким он должен быть. С его бессмертными идеями, верой в чудо и вечным поиском истины. Пермский театр во многом разрушает сложившиеся стереотипы. Например, на сцене очень часто можно увидеть детей. Труппа подобных экспериментов не боится. Тем более, юные актеры никогда не подводят. Ведь такая работа приносит им радость. Когда первый спектакль у меня был, это было что-то нечто. Когда на тебя люди смотрят, когда аплодируют тебе на поклоне. Это потрясающе. Такие эмоции. Мюзикл «Алые паруса» уже давно не просто спектакль. Сегодня это зрительский хит. Визитная карточка, почти синоним театра-театра. И, конечно, возможность увидеть образ «Прекрасная соль» вскоре представится тюменской публике. Это, безусловно, сказка, о которой все мечтают. И как будто в жизни уже таких героинь нету. Потому что ее действительно на протяжении спектакля называют бесконечно сумасшедшей. И в то же время необыкновенно желанной. Потому что она не такая, как все. Особенно в нашей стране какая-то невероятная любовь публики к надежде на какое-то романтическое чудо в их жизни, вере, что оно произойдет, оно у нас ментально бесконечно. Поэтому публика очень любит этот спектакль. А он помножен на какие-то замечательные декорации Виктора Шелькрота. Оно помножено еще и на музыку Максима Дунаевского. Летящую, романтичную, запоминающуюся. Мюзикл идет во многих театрах России. Но подобных пермскому спектаклю, который был отмечен национальной театральной премией «Золотая маска», в России нет. Помимо этого, зрители увидят спектакль «Кабаре. Восемь женщин», детскую сказку «Карлик нос» и сказку о царе Салтане. Маргарита Чекунова, Вячеслав Иваненко. Новости культуры. Лето в Тобольском Кремле совсем скоро. К этому грандиозному празднику готовится и Тюмень, где 13 июля на сцене Дворца культуры «Нефтяник». Московский театр «Геликон-опера» представит голоконцерт «Кальмания» и, конечно же, Тобольск, под открытым небом которого прольются русские народные песни и романсы в исполнении солистов «Геликон-оперы», Тюменского филармонического оркестра и Тюменской хоровой капеллы. Все артисты уже приступили к репетициям. Об этом и не только в нашем следующем материале. В этом году организаторы фестиваля «Лето» в Тобольском Кремле предлагают гостям праздника погрузиться в русскую традицию. Народные напевы артистам Тюменской хоровой капеллы хорошо известны, хотя в репертуаре коллектива превалируют академические сочинения. А вот сценическое движение осваивать приходится почти с ноля. «Сама по себе название «Докалинка опера» само по себе как жанр. Это выступление, этот концерт, он предполагает не только пение, но и какое-то сценическое движение. Поэтому, конечно же, в данной ситуации капелла не только поет, но и двигается». Хореографию ставит заслуженный артист России, продолжатель династии балидмейстеров, Валерий Арцер. «Конечно, мы старались сделать так, чтобы, во-первых, это все было несложно для них, но при этом интересно для зрителей. Поэтому, ну это самое главное, когда мы любой продукт творческий выпускаем, он должен быть интересен для зрителей». Форум академического искусства из года в год собирает тысячи зрителей из самых разных уголков нашего региона и страны. Для многих это уже семейная традиция провести лето в Тобольске. Дарья Ярунова, выпускница Тюменского института культуры, на фестивале еще не была, однако темой для своей дипломной работы выбрала разработку логотипа и брендовой продукции фестиваля. Презентацию Дарья организаторы лето в Тобольском Кремле еще не видели, однако девушка надеется, что ее дизайнерские находки найдут свое практическое применение. «Очень хочется попасть сюда, посмотреть, как это выглядит вживую, потому что столько работал над этим проектом, и интересно, как это можно вообще воплотить. Да, есть недочеты, что-то нужно дорабатывать, может, цветовая палитра, возможно, какие-то формы у логотипа, что-то сделать проще или, наоборот, что-то усложнить. Тоже относится и к видеоряду, как сказать, совершенствовать можно бесконечно». Фестиваль «Лето» в Тобольском Кремле – уникальная возможность прикоснуться к искусству, не только музыкальному. Тобольск – духовная столица Сибири с удивительной и богатейшей историей. «Мы всегда обязательно еще рекомендуем нашим зрителям посетить и музеи в городе Тобольске. Вы знаете, что не так давно состоялось официальное открытие Дома-музея Романовых. И, конечно, именно в этот замечательный юбилейный для нас сезон лета в Тобольском Кремле мы рекомендуем всем нашим слушателям, слушателям Тюменской филармонии выехать чуть пораньше, чтобы посетить еще экспозицию нашего музея Дома Романовых». Кроме того, для удобства гостей фестиваля будут организованы автобусы, на которых можно комфортно доехать из Тюмени, где пройдет первый фестивальный день до Тобольска, под открытым небом которого музыкальный праздник региона завершится. Аксинья Усольцева, Вячеслав Иваненко, Сергей Лыкасов. События культуры. Весь этот год газета «Тюменская правда» отмечает столетие со дня своего создания. Она воспитала несколько поколений журналистов. Многие годы с изданием сотрудничает Николай Чупира. Одним из своих последних журналистских изысканий он поделился с нашей съемочной группой. Николай Чупира много лет работал корреспондентом «Тюменской правды», авиалюбитель, 30 лет посвятивший авиационной отрасли. Долгое время он исследовал одну из загадочных трагедий 20 века – гибель самолета Н-209, связь с которым прервалась, когда советский экипаж пролетал над Северным полюсом. Этот самолет 12 августа 1937 года со Щелковского аэродрома взлетел. Масса его составляла 35 тонн, из них 20 тонн горючее. Николай Чупира считает, что экипаж прославленного советского летчика Сигизмунда Ливаневского, лечевшего в Фербингс, сделал вынужденную остановку из-за нехватки горючего. Он уверен, принимая в расчет эту остановку, место падения самолета, пропавшего 80 лет назад, можно обнаружить. Они долетели практически до побережья Аляски, но в связи с тем, что погода уже была неблагоприятная, ветер встречный 100 км в час, и они буквально не долетели, ну, может быть, 10 км до берега. И когда горючее кончилось, самолет упал в воду и утонул. Исчезнувший самолет искали почти полгода, но экипаж найти не удалось. Николай Чупира убежден. Утонул он таким образом, что как раз вот там два острова есть между этих островов. А эскимосы, которые живут в поселке, Алюктов называется поселок, они слышали и звук мотора, слышали и видели такой, ну, уже близился вечер, заметили предмет, который движется. То есть предмет, который двигался, это был самолет Ливаневского. Своё исследование Николай Леонидович отправил в Русское географическое общество и теперь ждёт результатов. Собрав в своей работе сведения из разных лет, посвящённые пропавшему самолёту, Тюменский корреспондент надеется, что его труд поможет раскрыть одну из трагических загадок прошлого века. Маргарита Чекунова, Александр Мащенко. Новости культуры. Тюменская филармония торжественно закрыла свой 59-й концертный сезон. Более 140 тысяч зрителей, почти 700 концертов на родной сцене и порядка 500 выездных. В фестивале с участием звёзд мирового уровня именно в этом сезоне артисты и публика смогли оценить ультрасовременную акустическую систему, установленную в зале имени Юрия Гуляева, что выводит Тюмень на новый уровень и существенно расширяет границы возможностей, в том числе аудиозапись концертов. Грандиозные гастроли Тюменского оркестра – ещё одно событие, которым запомнится 59-й сезон. Большую поддержку оказывают филармонии партнёры из разных сфер. Благодарность выразили и телерадиокомпании «Регион Тюмень» за многолетнее сотрудничество и информационную поддержку всех проектов Тюменской филармонии и Тюменского концертно-театрального объединения. Субтитры создавал DimaTorzok